друзья всем привет сегодня я решил провести прямой эфир с обзором одного из наших типовых домов это одноэтажный дом площадью 101 квадратный метр стиле barnhouse сейчас я переведу камеру в основном буду показывать с монитора компьютера и буду рассказывать все нюансы если вдруг у вас возникнут вопросы а желательно чтобы они возникли я конечно же подробно на них отвечу и постараюсь сделать так чтобы этот прямой эфир у нас с вами прошел интересно самое главное полезно в конце проговорю некоторые нюансы некоторые секреты об этом проекте и поэтому обязательно оставайтесь до конца досмотрите прямой эфир и так поехали что у нас сегодня на обзоре вот это наш дом красавец дом здесь в данном случае выполнен по каркасной технологии но на самом деле может выполнен быть из любой то есть также его можно построить и в комплектации из газобетона из кирпича также из бруса и здесь самое важное понимание которое мы стараемся доносить то что материал из которого будет построен дом это всего лишь навсего стены все остальное может быть скажем так все остальное она идет опционально и так что вы здесь мы видим во первых сразу видим большой витраж фактически вот эта вся фронтальная стена она идет из стекла соответственно в доме будет большое количество света но в то же время будет некая такая интимная обстановка почему потому что здесь у нас создана веранда она немножко скрывает то есть она позволяет нам увидеть полностью все что находится на улице но при этом одновременно быть немножечко скрытыми здесь у нас также если вы заметите здесь у нас получается раз-два-три-три больших 222 больших окна в пол и одно небольшое по поводу фундамента здесь у нас рассчитана монолитная плита и здесь выведены специальные столбики для самого дома в комплектации фундамент может быть абсолютно разные то есть это могут быть как сваи винтовые с последующим бетонированием так это может быть и монолитная плита по фасаду фасад у нас весь отделан профилированным листом либо чаще всего в комплектации это идет фальц фактически это металл и такая стилистика как раз очень популярна именно в стилистике барн то есть барн барн в переводе это скажем так сарай да как бы это грубо не звучало но вот это как раз стилистика сейчас очень популярна вообще на всей территории россии в европе она уже давно популярна и как раз вот этой стилистикой создается это у нас уютный дом на который выглядит достаточно интересно и как раз имитирует вот такой барн итак поехали дальше кровля также у нас выполнена из профилированного листа полностью по всему дому у нас стоят водосточная система она позволяет защитить наш фасад от того чтобы он не намокал амбар да 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 совершенно верно правильно амбар здесь у нас полностью стоит крылечко площадь террасы 22 квадратных метров дальнейшем здесь также можно оборудовать какую-то мангальную зону и опционально может быть все что вас что вам понравится кажется амбар да читаю комментарии да совершенно верно амбар ну там амбар сарай там и так далее так далее конечно то есть это может быть там я не знаю по русскому названию хлеб и так далее здесь если вы посмотрите все у нас отделано планкеном то есть внутренняя часть и вот эти участки стилизованы то есть тоже планкеном чаще всего это лиственница с покраской либо при даче какого-то яркого цвета возможно вот именно оставление дерева но при этом немножечко скоростно немножечко с рыжа и сзади это видно наиболее отчетливо да то что если вот здесь у нас стилистика как раз металлическая и темная как раз вот такой скандинавский стиль то есть снаружи дом не приметен а с обратной стороны либо внутри он просто великолепен да и здесь как раз вот эта часть именно внутренней она выделяется то есть здесь стилистика у нас также выполнены из лиственничного планкена с покраской и здесь дополнительно у нас выведены светильники которые в темное время суток конечно будут добавлять дому такую дополнительную привлекательность и так давайте сейчас мы с вами разберем планировки друзья еще раз проговорю если возникают какие-то вопросы не стесняйтесь задавайте буду все пояснять все рассказывать и так внутри давайте пробежимся по площадям во первых у нас есть главный вход он находится вот здесь с улицы чаще всего именно вот эту часть ну скажем так эта часть будет ну скажем так вход и все основные моменты будут зависеть от расположения дома если у вас дом к примеру здесь у нас дорога и здесь дом расположен этой частью то конечно мы проходим а здесь у нас терраса и уже вот на этом участке у нас будет расположен наша терраса какие-то зоны уютные так далее то есть здесь мы к примеру закрылись со стороны дороги и с этой части наоборот у нас будет весь быт но бывает наоборот что к примеру дорога находится далеко и нам приходится развернуть дом вне зависимости от того как будет расположен дом смотреться он будет максимально приятно и эстетично потому что если этой части он расположен то здесь будет витражное окно просто потрясающе а если ты с этой стороны то будет виден фасад из планки на великолепные здесь будут специальная подсветка и так после того как мы попадаем в дом у нас здесь находится небольшой тамбур в 337 квадратных метра в первую очередь он необходим давайте приближу в первую очередь он нам необходим для того чтобы отсечь холодный воздух от теплого помещения и сэкономить именно с точки зрения отапливаемости дома чтобы не происходило такой ситуации знаете часто бывает когда заходишь в дом холодный воздух зашел вместе с тобой во первых ну пусть не стало прям сильно холодно да но все-таки теплый воздух ушел и тем самым энергетики энергоэффективность дома становится под вопросом да то есть мы отапливаемые воздух за который заплатили он немножечко у нас убежал и второе чисто практичная ситуация именно когда там я не знаю дома находятся дети и так далее мы впускаем этот холодный воздух он может быть конечно не при неприятен после этого у нас есть отдельное техническое помещение площадью четыре с половиной квадратных метра в основном она у нас будет использоваться для котельной если у вас газовая котельная то здесь у нас будет установлен котел и все технические вопросы то есть помимо этого здесь как раз можно сделать дополнительные полочки и использовать это для хранения какого-то садового инвентаря возможно каких-то там мешка картошки там каких-то продуктов и так далее все это можно классно обыграть с другой у нас части санузел и сауна то есть вообще это дом очень подходит как раз для загородной жизни то есть здесь есть и большая кухня кухня гостиная время которое можно проведить семью с друзьями приглашать есть сейчас спальня которую мы рассмотрим и все пространство она максимально спланирована то есть я считаю это достаточно такой успешный проект с точки зрения планировки и эффективного использования всех площадей и так есть у нас в доме также небольшая сауна и с точки зрения планировки здесь посмотрите все выводы которые у нас идут водяные канализационные это вот это вот зона и тем самым мы грамотно спроектировали чтобы не вести по всему дому коммуникации то есть вода канализация электричества будет сводиться в одно место это соответственно отсюда у нас будет достаточно достаточной экономии и так поехали дальше у нас две спальни в целом по 11 квадратов но один с половиной одна спальня и 10 с половиной другая в принципе этого более чем достаточно вообще смотря последние проекты европейские смотря последние проекты финнов я вообще вижу что они делают спальни даже там по 7 квадратных метров что конечно же не очень много это мало но у них сейчас идет следующая философия то есть они максимально делают так чтобы жители дома проводили время вместе с друг другом то есть и тем самым подталкивают что в спальне все просто спят проводят ночь а как раз подталкивают чтобы в кухне гостиной было как можно вот этого общения социума и так далее кстати инфраструктуру городов они сейчас выстраивают по похожему образом и так продолжим во-первых вот эта спальня более уединенные а здесь у нас великолепная спальня которая выходит на террасу и если вы можете посмотреть то вот это все полностью окно то есть вся эта стена стеклянная и конечно засыпать в такой вот спальне это просто какое-то великолепие дальше у нас идет огромнейшая 33 квадратных метра кухня-гостиная если быть точнее 3279 в которой разместятся все члены семьи и ваши гости здесь мы отдельно выделили зону для камина такой каминной зоны для печи камина а здесь также у нас располагается кухня и посмотрите да как она грамотно расположена и разделены вот эти все зоны проводить время в такой комнате будет ну будет хотеться всем то есть здесь обратите внимание то что нету пространство которое бы съедал коридор фактически здесь вот эта проходная зона где можно уютно расположиться и здесь также находится кухня то есть выходя из гостевой спальни можно запросто что-нибудь перекусить и перехватить помимо этого у нас идет терраса 22 квадратных метра и здесь очень можно посмотреть то что всю кухонную утварь да какие-то тарелки размещение какого-то стола обеденного можно без проблем вот это из вот в этой зоне и самое главное если вы посмотрите эта часть у нас находится закрытой терраса у нас закрыта и если даже у вас жара к примеру невыносимые палец солнца если у вас начнется дождь а что в сибири достаточно часто и даже в летние дни вы без проблем можете спокойно вот продолжать какое-то застолье либо просто отдыхать читать книгу и приятно проводить с друг другом время итак давайте перейдем к самому интересному да наверное самому важному так сколько будет стоить этот дом стоимость дома будет 7 миллионов 450 тысяч это в условиях комплектации под ключ то есть будет все кроме мебелирования то есть давать еще раз что будет туда входить во первых будет входить полностью подвод всех сетей это подведение электричества интернета воды канализации установка канализационного септика это куда у нас сбрасываются все наши нечистоты помимо этого фундамент стены дома крыша дома полностью все утепление крыши помимо этого окна и конечно же двери также сюда будут входить полностью все сети внутренние разведенные подобную по дому это уже внутренняя разводка электричества с розетками светильниками сюда же будет входить отопление по дому то есть здесь надо будет смотреть либо радиаторные либо и это будет если фундаментная плита железобетонная то тогда также сюда будут включены теплые полы помимо этого водоснабжение полностью по дому и вентиляция чтобы в нашем доме было комфортно также сюда будет входить внутренняя отделка то есть это полностью во-первых полностью полы отделаны уже финишным материалом это ламинат помимо этого стены то есть здесь шлифовка и окраска самой поверхности фальшбруса а также потолки то есть здесь уже полностью готовый вариант то есть остается только расставить мебель а также отделка полностью фасада то есть здесь будет готов фасад водосточные системы снегозадержатели отделка цоколя то есть это отделка нашего фундамента и отделкой террасы то есть это полностью настил на террасу и вот эта красивая отделка которую я вам показывал давайте еще раз посмотрю то есть вот эти все участки уже будут а финиш на готовы и так что как бы хотелось подытожить в конце я обещал то что скажу кое-какие нюансы здесь самое важное в этом проекте то есть мы его старались сделать именно для домашнего семейного отдыха чтобы можно было приехать с семьей и классно провести время старались сделать максимально открытый этот дом чтобы было много остекления чтобы можно было себя даже находясь в доме одновременно чувствовать на природе да наедине и даже когда вы засыпаете чтобы вы видели вот эту природу и чувствовали такое некое уединение мы подготовили специально каталоге наших домов вы можете переходить в нашем инстаграме по ссылке и скачать каталог либо написать в директе и мы вышли в каталог наших домов а также вы можете записаться к нам на экскурсию мы проводим экскурсии по нашим домам по построенным по только строящимся также проводим экскурсию на производство и поэтому я предлагаю вам не стесняться писать в нам директ а мы уже все устроим по месту на этом у меня все надеюсь было емко продуктивно если это действительно так поставьте там палец вверх какой-то напишите комментарий если хотите чтобы мы что-то добавили в наших следующих обзорах ну и на этом все буду с вами прощаться все пока до скорого